Ваша честь, в процессе судебного разбирательства материалы дела по обвинению Кулаева исследованы полно. Наряду с обстоятельствами, связанными непосредственно с обвинением Кулаева, было достаточно внимания уделено исследованию событий 1-3 сентября, а также предшествовавших теракту. Это дает нам возможность высказать свои суждения по целому ряду условий, способствовавших совершению теракта и наступлению тяжких последствий. При этом просил бы правильно меня понять. Речь никак не идет о подмене одних виновных другими, и уж вовсе не идет даже о намеке на оправдание действий террористов, в том числе Кулаева. Когда слышишь слово «беслан», то сразу начинаешь думать о долгих муках детей и взрослых. Люди никогда не забудут это слово, эту трагедию, сравнимую может быть только со зверствами фашистов. Говорят, что время лечит все. Может быть. Но я твердо знаю, что для всех, кто потерял своих детей, своих родных и близких, время жизни остановилось. И для них, может быть, не единственной, но главной целью жизни стало стремление найти ответы на вопросы, почему такое случилось, почему погибли их дети, кто виноват в том, что произошло. Они хотят найти правду и справедливость. В этой трагедии отразились многие стороны нашей жизни. Жестокость бандитов и высокая нравственность тех, кто отдал свои жизни и здоровье во имя спасения людей, кто бросался в школу спасать детей, не думая об опасности. Беслан заставил нас задуматься над многими вопросами, над многими причинами появления у нас бандитов, отсутствие на их пути каких-либо препятствий, беспомощности, отсутствие профессионализма и ответственности у тех, кто обязан был действовать для спасения людей. И исключительность происшедшей трагедии требовала исключительно ответственного, кропотливого расследования, которое должно было руководствоваться только интересами установления правды и только на основе строгого следования в закон. Однако этого, я считаю, не произошло. Долго велось и еще ведется расследование прокуратурой. Сделали предварительные выводы парламентские комиссии, а всей правды власти так и не сказали. Есть Кулаев, предъявлено обвинение руководителям правобережного ОВД. Кто-то отстранен от должности после бесланской трагедии, а кто-то повышен в должности. А всех причин массовой гибели людей, всех виновных в этом, как в большом, так и в малом, нам до сих пор не назвали. Но усилия суда и сторон в данном процессе не пропали даром. Многое из того, что было предположением, многие слухи и отрывочные сведения обрели солидную доказательственную базу, позволяющую сделать основательные выводы о ранее неизвестных или умалчивавшихся обстоятельствах теракта и работы оперативного штаба, о многих фактах преступной халатности, махрового формализма и бездушия, лжи и трусости, сказавшихся на судьбах многих и многих заложников. Начну с той обстановки в республике, с краткой характеристики того настроя руководителей республики, который предшествовал захвату заложников в Бесланской школе, ибо эти явления оказались взаимосвязанными. Трагическим событием в Беслане предшествовали десятки терактов в Северной Осетии, Москве, Назрани и в других регионах. Однако они не стали серьезным уроком для тех руководителей республики и силовых структур, в чьи прямые обязанности входила задача защиты жизни, здоровья и свобод граждан. К их числу следует отнести президента республики, возглавлявшего антитеррористическую комиссию и Совет общественной безопасности, а также министра внутренних дел Дзантиева и начальника УФСБ по Северной Осетии Андреева. Ими не были приняты меры по упреждению беспрепятственного проникновения боевиков на территорию республики, а их самонадеянность и неумение принять правильные и своевременные решения 1-3 сентября повлияли на наступление тяжких последствий. Так, Северостинская республиканская парламентская комиссия пришла к выводу о том, что ни одна из существующих официально созданных структур, призванных обеспечить безопасность граждан, с поставленной задачей не справилась. Я согласен с таким выводом. И причиной этого, на мой взгляд, является вопиющая безответственность чиновников всех рангов, порождаемая коррумпированностью. О коррупции, как основной причине неэффективной деятельности государственных органов, и особенно на Северном Кавказе, неоднократно говорил президент Путин, его полномочный представитель на Северном Кавказе, казак. Не явилось исключением и Северная Осетия. К сожалению, и у нас коррумпированность повязывает чиновников снизу доверху неблаговидными, корыстными отношениями. В силу этого служебные отношения, отношения начальника и подчиненного стираются или вовсе исчезают. А вместе с этим исчезает возможность обеспечивать требовательность начальника к подчиненному. Вместо служебных обязанностей в основу отношений ложится принцип товарищества по преступному цеху, принцип взаимной наживы и выгоды. И тут уже не до законности и защиты интересового общества, защиты прав граждан. Выслушивая в этом процессе показания многих ответственных чиновников, у меня сложилось впечатление, что смысл работы многих из них в том, чтобы провести совещание, обсудить на нем какие-то вопросы и принять какой-то документ. Или принять указание сверху и переправить его вниз с поручением исполнения. Короче говоря, все сводится к написанию и пересылке различных решений, к формальным требованиям вовремя выслать не менее формальный отчет и тому подобное. Начальство у нас оказывается только для того, чтобы давать указания, а там хоть и трава не расти. И не слово о реальном выполнении решений, о наличии контроля за принятыми решениями. Одни только ссылки и разговоры о неукомплектованности кадров и недостатке средств. И виноваты у нас в итоге одни стрелочники. Но разве президенты и министры у нас только для того, чтобы ставить задачи? Разве они не должны обеспечивать и контролировать реальное исполнение, хотя бы ими поставленных задач? Они должны работать и отвечать не только за свою работу, но и, по выражению Ленина, за работу своих подчиненных. Формальное отношение к своим обязанностям, беспечность и нетребовательность к подчиненным в работе многих ответственных лиц республики существенно сказалось на возможности достижения террористами своих целей. К великому сожалению, в их бездействии проявилось так прижившиеся у нас государственное безразличие к судьбам людей, потому что под понятием государства у нас видится не страна и ее народ, а наше все загребающее чиновничество. Причины бесланской трагедии неоднозначны и связаны не только с террористами. Засохов, Андреев, Дзантиев, располагая данными об активизации террористической деятельности, не приняли необходимых мер к предотвращению терактов на территории республики, к повышению качества и эффективности деятельности правоохранительных органов, к их реальной мобилизации для готовности противостоять нападению террористов. В силу беспечности они не придали значения тому, что при наличии повышенной активности бандформирований на сопредельной территории через границу с Ингушетией контрабандным путем транспортируются нефтепродукты и этими дорогами могут воспользоваться террористы. Мер по закрытию этих участков границ они не приняли. Более того, руководители правобережного ОВД ставили перед Зантиевым вопрос о необходимости вырить траншеи на этих участках, для чего требовалось изыскать 700 тысяч рублей. Однако их просьбы остались без положительного ответа. Этими путями 1 сентября и воспользовались террористы. Я считаю, что никаких мер не было принято и к усилению контроля на дорогах республики, что позволило бандитам беспрепятственно проехать значительную часть территории. Зантиев и его заместитель по охране административных границ Попов не проконтролировали исполнение подчиненными структурами ряда указаний Министерства внутренних дел Российской Федерации, в частности, указаний МВД России от 21 и 31 августа 2004 года, подписанных Нургалиевым и Чекалиным, об усилении охраны всех образовательных учреждений. Эти указания нашему министерству могли предотвратить теракт, воспрепятствовать его осуществлению или хотя бы повлиять на возможность иного развития событий, но они выполнены не были. Более того, был подготовлен приказ Министра внутренних дел нашей республики номер 500 об охране общественного порядка и безопасности учебных заведений, однако он даже не был направлен в ОВД Правобережного района. Спрашивается, для кого и для чего же он писался. Президент и руководители силовых ведомств понимали возросшую опасность террористических проявлений на соседней территории. Это видно из целого ряда красиво составленных ими документов. Однако конкретных мероприятий, даже элементарных, осуществлено не было для упреждения терактов, а реальные меры по повышению эффективности силовых ведомств подменялись бумаготворчеством и привычной ложью. Используя средства массовой информации, они распространяли ложную информацию о готовности к отражению терактов, об укреплении состава МВД специалистами по антитеррористической деятельности, притупляя тем самым бдительность населения и силовых ведомств. Так, 24 августа 2004 года, за 7 дней до захвата Бесланской школы, в газете «Северная Осетия» было опубликовано сообщение о заседании антитеррористической комиссии, на котором якобы были приняты важные решения о перегруппировке сил на борьбу с терроризмом, о том, что антитеррористические меры охватывают все сферы жизни общества, что в арсенале правоохранительных органов есть план реагирования на случай обострения оперативной обстановки, что на 120 специалистов по борьбе с терроризмом увеличен аппарат МВД. Но все это оказалось обычной ложью. Ни планов, ни специалистов на самом деле не было. Конкретная работа подменялась надеждами на авось, самообманом и обманом граждан. Все это и повлияло на беспрепятственное проникновение террористов и захват ими заложников. Полная неспособность указанных лиц к правильной оценке ситуации, принятию действенных мер по спасению заложников, путем эффективного использования переговорного процесса и силовых структур, была проявлена ими и после захвата школы. В процессе расследования и судебного разбирательства дела Кулаева собраны достаточно доказательств, подтверждающих выводы о том, что в ряде случаев бездействие оперативного штаба по спасению заложников, а также некоторые его некомпетентные действия, способствовали наступлению тяжких последствий. Остановлюсь на этом подробнее. Определяющими, самыми важными для судьбы заложников были 1 и 2 сентября. Именно в первые часы и дни от руководства оперативного штаба зависел дальнейший сценарий развития ситуации. То ли наладится переговорный процесс, то ли будет привинен силовой вариант. Особо важное значение имело налаживание переговоров с террористами по поводу предъявляемых ими требований. Без таких переговоров проблема освобождения заложников не могла быть решена, я так считаю. В соответствии с федеральным законом о борьбе с терроризмом допускается введение переговоров с террористами в целях сохранения жизни и здоровья людей, а также изучение возможности пресечения террористической акции без применения сил. Переговоры были необходимы. Террористы хотели вести их и настойчиво требовали для этого Дзасохова, Зязикова, Аслаханова и Рошаля. Сами искали связи с властями. Об этом говорят сотни потерпевших и подчеркивают, что террористы зверели от того, что с ними отказываются вести переговоры и всю злость при этом срывали на заложниках. Необходимость переговоров с террористами была очевидной, и они могли привести к спасению многих жизней. Так из показаний потерпевших Хузьмиевой, Кокаевых, Светловой, Пухаевой, Щербининой и многих других видно, что террористы были готовы отпустить малолетних детей, если бы требуемые ими лица явились на переговоры. Подсудимый Кулаев также показал, что полковник Хучбаров обещал сохранить жизнь переговорщикам и за вступление их в переговоры обещал отпустить по 150 человек за каждого. О возможности введения результативных переговоров также свидетельствует посещение школы Аушевым и освобождение им путем переговоров с террористами 26 заложников. Из просмотренной в судебном заседании видеозаписи беседы Бобицкого с Басаевым следует сделать вывод о том, что положительный результат переговоров с террористами был возможен. И недавние события в Нальчике также доказали необходимость введения с террористами переговоров и их эффективность. Министр внутренних дел этой республики в течение суток вел переговоры с террористами и добился освобождения подростков и женщин. Велись ли переговоры по поводу предъявляемых требований 1-2 сентября? Соответствует ли действительность и утверждение ряда ответственных лиц о том, что такие переговоры имели место? Нет, не соответствуют. Имели место разговоры Гуцериева по телефону с террористами о том, чтобы последние отказались от политических требований. Двухдневные уговоры Рошали никого не расстреливать, принять воду, питание и тому подобное. Параллельно с Рошалем, с террористами постоянно поддерживал связь профессиональный переговорщик ФСБ Зангионов. Его короткие разговоры, хоть и частые, никак нельзя назвать переговорами, так как он сам не знал даже примерное число заложников, не знал требований террористов. Как же можно было без этого вести переговоры? Он заявил в суде, что террористы на контакт не шли, сразу отвергали любые предложения и требовали на переговоры только от Засохова, Зязикова, Аслаханова и Рошаля. Однако к исходу второго дня на переговоры с террористами ни один из значимых или требуемых чиновников не вышел для обсуждения выдвинутых боевиками требований. В силу этого отказ от переговоров с террористами означал оставление инициативы, а вместе с ней и судьбы заложников в руках бандитов. Засохов, Зязиков, Аслаханов, Рошаль уклонились от ведения переговоров, но в то же время не велась и подготовка к силовому варианту освобождения людей. Было просто, я считаю, ожидание неизвестно чего. Между тем, безысходность ситуации при захвате заложников сразу проявилась именно после того, как были проигнорированы требования террористов о ведении переговоров, как было скрыто действительное число заложников и обнародованы ложные данные об их числе, о пустых кассетах, об отсутствии у боевиков требований, когда штаб только создавал видимость попыток для освобождения людей. Вся деятельность, я в кавычки взял это слово, штаба 1-2 сентября выразилась в бесплодных поисках Масхадова, хотя эти поиски были обречены. В силу этого было потеряно время, и наладить эффективную работу не удалось и в дальнейшем. Найти реальные способы спасения заложников так и не смогли. А по моему мнению, они и не в состоянии были их найти. Но было потеряно не только время. Нежелание вести переговоры отрицательно сказалось на отношении террористов к заложникам, повлияло на здоровье многих из них, а потом и на их судьбу. Все больше убеждаясь, что обсуждать их требования никто не намерен, и общение с ними сводится только к просьбам об обеспечении заложников водой и продовольствием, об освобождении малолетних и немощных, боевики еще более ужесточили режим содержания заложников. Поэтому жертвы теракта стали появляться еще задолго до взрывов в спортзале. Уже на второй день после захвата многие дети и взрослые обессилели, стали терять сознание из-за жутких условий, недостатка пищи и воды. А после ложных сообщений в СМИ о числе заложников и особенно после ухода из школы Аушева террористы еще более зверели. Длительное пребывание людей, особенно детей, в таких условиях не могло не сказаться на том, что после взрывов многие были просто бессильны выбраться из спортзала. Конечно, меня могут упрекнуть в том, что я слишком легко рассуждаю о переговорах с террористами, будто речь идет о переговорах за круглым столом. Я отдаю себе отчет, прекрасно понимаю, грозившую опасность для тех, кто мог пойти на эти переговоры. Но я исхожу из того, что предметом переговоров были тысячи жизней, жизни многих сотен детей, и ради них на переговоры надо было идти, как шли десятки и сотни раз на переговоры с бандитами многие люди. Говоря о тех, кто должен был идти на переговоры, я далек от субъективизма, ибо никакого предвзятого отношения у меня никому из них нет. Я исхожу из оценки конкретной ситуации, которая сложилась 1-3 сентября. А исходя из этой ситуации, на переговоры должны были пойти Дзасохов, Зязикова, Слаханов и Рошай. Именно их требовали террористы, рассчитывая на значимость этих фигур. Другие кандидатуры ими отвергались. И стало понятно, что судьба заложников в руках этих четверых. Если другого выхода не было, то, может быть, они обязаны были рискнуть. Но если не хотели они рисковать, то должны были честно и открыто отказаться. И тогда штабу следовало искать другой вариант освобождения людей. Но кто же, как Нидзасохов, должен был в первую очередь понять важность и необходимость организации переговоров, учитывая его большой опыт дипломатической деятельности. Даже если это грозило его жизни, то он в первую очередь обязан был рискнуть во имя детей, во имя своей мужской и президентской чести перед сотнями тысяч тех, кому он дважды давал клятву защищать их. А как же иначе может быть ситуации, когда именно его требуют на переговоры? Разве избираемые народом президенты должны проявлять себя только на телеэкранах, трибунах и торжествах? Конечно, это могло быть опасно для Нидзасохова и других, а могло и не быть, я так считаю. Но в любом случае, он президент, его требовали, он и должен был идти. В конце концов, из-за его и его генералов беспечности не была обеспечена безопасность границ, и террористы беспрепятственно проникли на территорию республики. Не мог остаться в стороне и зязиков, ведь на его территории бандиты жили и вооружались. Между тем, только факт вступления в переговоры этих лиц мог спасти жизни многих людей, извините, если я повторяюсь. Подтверждением чего является поступок Аушева, единственного в те дни, проявившего истинный гуманизм, мужское достоинство и смелость. Если Засохов и Рошадь действительно были готовы пойти в заложники, как они говорят, то что мешало им пойти на переговоры вместе с Аушевым? Почему такой вариант переговоров не был предложен террористам? Почему Засохов сам не поговорил с террористами хотя бы по телефону? Доводы Засохова о том, что его не пустили в школу, являются наивными и надуманными, ибо его никто не имел права арестовывать, и тем более никто не арестовывал. Выходит, что он и арестован не был, и в школу не пошел. Чего же он боялся больше? Ареста или переговоров с террористами? Но вся трагедия заключается в том, что эти четверо и не собирались идти на переговоры. Их жизни оказались дороже жизни 1300 человек. Торшин откровенно признал в своем докладе, что, цитируя, «Одновременное прибытие в школу этих лиц отклоняется из-за опасности их физического уничтожения». Это было в ночь с 1 на 2 сентября отклонение требований. Поэтому никто не требовал явки Зязикова и Аслоханова и не искал их. В связи с отказом идти на переговоры указанной четверки вызывает недоумение утверждение в докладе Кисаева в нашей парламентской комиссии о том, что террористам предлагалось обменять детей на высокопоставленных осетинских чиновников и утверждение штатного переговорщика Зангионова о том, что террористам предлагалось обменять детей-заложников на взрослых мужчин. Если на самом деле все обстояло так, как утверждают Зангионов, Кисаев и Торшин, то логика руководителей штаба выглядит более чем странной. Ведь террористы требовали для ведения переговоров четверых, именно для ведения переговоров, обещая за этот шаг освободить сотни заложников. Тогда почему вместо этих четверых им предлагают в заложники других ответственных чиновников сотни других людей. Почему-то в качестве заложников террористам предлагались многие ответственные лица, в том числе на это были согласны и Дзасохов с Рашалем, сотни других людей. А вот на переговоры Дзасохов и другие не шли. В чем же здесь секрет? Возникает и такой вопрос. А этим ответственным осетинским чиновникам и сотням добровольцев разве не грозила та же опасность, что и той же четверки? Кто и на каких весах взвесил цену жизни всех этих людей и пришел к выводу, что жизни Дзасохова, Зязикова, Аслаханова и Рашаля дороже жизни многих ответственных осетинских чиновников или сотен простых граждан? Не менее важен и другой вопрос. Почему о том, что требования об одновременном прибытии в школу Дзасохова, Зязикова, Аслаханова и Рашаля было отклонено, люди узнали только из доклада Торшина спустя полтора года после трагедии? Почему там, в Беслане, не сказали об этом решении людям? Почему не говорят о том, кто принял это решение? Я не знаю, кто принял это решение, но знаю, что штабом в это время руководил Дзасохов. Утверждение Торшина о том, что требование боевиков о явке на переговоры Дзасохова, Зязикова, Аслаханова и Рашаля было отклонено, означало фактический отказ от переговоров с террористами. И тогда возникает самый важный, самый главный вопрос. Если не переговоры, и если не ведется подготовка к силовому варианту, к штурму, то каким же образом мыслилось о освобождении заложников, что же штаб наверевался делать, и что он сделал? Неужели расчет был на то, что террористов удастся уговорить, что они могут сжалиться над женщинами и детьми? И дальнейшие события показали, что никакой целенаправленности и определенности в действиях штаба не было, как не было, собственно, и самих действий. Все было пущено на самотек, хотя при этом создавалась видимость какой-то деятельности. В штабе царили растерянность и хаос. Руководители штаба наивно рассчитывали на то, что обращение к Масхадову будет достаточно для бескровного разрешения теракта и освобождения заложников. Поэтому вместо организации реальных переговоров, привлечения к ним Аслаханова и Зязикова, они занимались бесплодными поисками Масхадова и прогнозами по интенсификации переговорного процесса. Однако этот расчет на Масхадова оказался нереальным и легкомысленным. Он не был основан на трезвой оценке ситуации. И в это же время наши президенты, генералы и министры лгали сознательно о 354 заложниках, об отсутствии у террористов каких-либо требований, о том, что выброшенная боевиками кассета пустая, что боевики не идут на контакт, что ситуация под контролем, что дети находятся в сносных условиях и могут продержаться без воды и пищи 7-8 дней и тому подобное. Эта ложь была умышленной, а потому преступной. И ею прикрывалась и оправдывалась растерянность и бездействие членов оперативного штаба, а также трусость некоторых из них. Ведь если бы они не лгали, то должны были при наличии более тысячи заложников что-то делать, что-то предпринимать, принимать какие-то меры, которые были бы видны и понятны людям. Но делать они ничего не могли. Поэтому и лгали. Мы считаем, что сокрытие искажения от Засоховым, Андреевым, Дзантьевым, Дзугаевым информации о числе заложников, находящихся в опасном для жизни и здоровья положении, является преступным согласно части 2 ст. 237 Уголовного кодекса и отрицательно сказалось на дальнейшей судьбе заложников. В судебном заседании было установлено, что по просьбе некоторых заложников террористы проявили намерение освободить малолетних детей, но после оглашенной цифры 354 отказались от него. Изложенное выше непосредственно повлияло на поведение террористов, на моральное и физическое состояние заложников, а в итоге на гибель значительного числа людей. В результате некомпетентных и безответственных действий оперативного штаба было потеряно более двух суток драгоценного времени, которое нужно было использовать и для решения целого ряда организационных вопросов. Эвакуации жителей из близлежащих домов, оцепление места теракта, подготовки возможного штурма, отработки взаимодействия силовых структур и т.д. Однако они не были решены, что в дальнейшем повлияло на число жертв. Не были решены потому, что штаб не стал рабочим органом, который мог бы управлять ситуацией. В нем не оказалось ни профессионалов, ни ответственных людей. Печально, но факт. Все решали и решили террористы, а штаб оказался несостоятельным. Об этом свидетельствует целый ряд компетентных свидетелей. Так, свидетель полковник Цибань, начальник группы оперативного управления, член оперативного штаба, показал, что мероприятия по освобождению заложников и штурму не планировались. Условия применения оружия, когда, какое оружие и при каких обстоятельствах применять, не обсуждались. Эвакуация жителей из близлежащих районов обеспечена не была. Свидетель генерал Соболев показал, что был низкий уровень организации помощи и эвакуации, недостаток работников, средств эвакуации и доставки раненых. Вопрос о создании сплошной зоны блокирования решен не был. Дзантьев неоднократно ставил своему заместителю задачу об эвакуации жителей из близлежащих районов, но она не была выполнена. Свидетель Жогин и Исаков, свидетели, показали, что в зоне оцепления были гражданские лица. Координация действий была только с подразделением Альфа. Ни частот, ни позывных других подразделений они не имели. Свидетель Акулов показал, что штурм никто не планировал. Непонятно было, кто куда стрелял. Мы были без бронежилетов. К школе побежали из-за прогремевших в спортзале взрывов. Команды на это не было. Свидетель Сабеев, сотрудник МВД, показал, нашими действиями никто не руководил. Все было хаотично. Амбициозный Рошаль ни с кем не согласовывал свои действия, никого не спросив о числе заложников, о требованиях террористов, о планах штаба, он по своему усмотрению начал вести переговоры с террористами. Он сам себя считает профессиональным переговорщиком, и этого было достаточно, чтобы в течение двух дней он около 15 раз вел бесплодные переговоры, точнее, вел уговоры террористов. Рошаль был уже по меньшей мере третьим так называемым профессиональным переговорщиком, который не знал о требованиях террористов, даже о численности заложников, но вроде бы вел переговоры. Каждый делал то, что ему заблагорассудится. Оказывается, что жителей Беслана Рошаль успокаивал своими учеными разговорами о том, что дети могут пробыть в удовлетворительном состоянии без воды и пищи 8-9 дней по просьбе какого-то психолога, который сам не мог якобы сдержать толпу. Ну, Рошаль ее сдержал, конечно, красивой ложью. Вот уж действительно был бардак в этом так называемом штабе, как выразился Торшин. Изучаешь показания самих членов штаба Засохова, Андреева, Дзантьева, Дзгоева и других министров и генералов, и диву даешься. Вроде бы каждый из них чем-то занимался, куда-то бегал, кому-то звонил, кому-то давал указания, что-то планировал и прогнозировал, но работы штаба как таковой не было. Вот так и суетились, но ни в отдельности, ни все вместе для освобождения людей ничего не сделали. Отказавшись от ведения переговоров, оперативный штаб не обеспечил подготовку и силового варианта освобождения заложника. В судебном заседании свидетель генерал Коряков категорически заявил, что штурм школы не готовился. Об этом свидетельствуют также Соболев, Засохов и другие. Между тем, по мнению многих специалистов, штаб обязан был готовиться к штурму в любом случае, даже если его проведение не планировалось. Так, бывший руководитель боевого обеспечения безопасности президента Российской Федерации контр-адмирал Захаров считает, что операция по спасению заложников в Беслане напоминала, мягко говоря, бардак, это его слово. Он заявил, «Мне крайне непонятны заявления властей о том, что штаб не был готов к такому сценарию событий. В ситуациях, когда под угрозой находятся жизни тысячи человек, необходимо быть готовым к любому варианту, вплоть до стихийного бедствия. Но наши готовы не были. По этой причине поздно, только 3 сентября, бойцы группы «Альфа» были направлены на отработку взаимодействия с БТРами. В силу этого «Альфовцы» опоздали на 50 минут к штурму школы, который начали сами жители после взрыва в спортзале. Как показали Соболев, Кацанов и Бахтин, «Альфовцы» без какой-либо подготовки с марша вынуждены были вступить в бой и потеряли 10 человек. Разве за эту неорганизованность и потери не должно ответить руководство штаба? Штаб по освобождению заложников фактически стал штабом по наблюдению за гибелью заложников как от рук бандитов, так и от огня, беспорядочной стрельбы из танков, огнеметов, гранатометов и другого оружия, что являлось следствием отсутствия должного руководства силовыми подразделениями и отсутствием контроля над ситуацией. Об этом свидетельствует бесконтрольный массированный обстрел школы силовыми подразделениями из различных видов оружия, в том числе танков, гранатометов и огнеметов, когда там находились заложники, что влекло их гибель. Десятки потерпевших свидетелей подтвердили этот факт. Так, свидетель Аликов показал, что выстрелы из танка производились 3 сентября после 13 часов. Потерпевшая Плиева показала, что 3 сентября после двух взрывов в спортзале днем по школе стреляли из огнеметов и люди гибли от этого. Потерпевшая Кузнецова показала, что по школе стреляли из крупных орудий, когда там были люди. Потерпевший Урманов показал, что по школе стреляли с улицы и на его глазах были убиты две женщины. Потерпевшая Гагиева показала, что после второго взрыва примерно через полчаса отовсюду стреляли из орудий. Даурова показала, нас заставляли кричать на улицу, чтобы в нас не стреляли. Девушка, стоявшая у окна, в истерике кричала, что в нас стреляют из танка. Потерпевший Акулов показал, что танки стреляли по школе днем и вечером. Дзебоева показала, что по школе велся массированный огонь, в том числе из танков. Гамаева свидетельствует, что дочку ранило выстрелом снаружи, были выстрелы из танка. Потерпевшая Туаева показала, что ее ранило выстрелом снаружи, велись выстрелы из танка и их заставляли кричать из столовой на улицу, чтобы не стреляли. Гасинова, что в столовой все содрогалось от выстрелов, с улицы все время страшно стреляли, стрельба велась Сабанов свидетельствует о том, что танк стрелял примерно в 15 часов. Тегиев показал, что школа сильно обстреливалась, танки стреляли днем. Бадоева дала такие же показания, я не буду на них уже подробно останавливаться. Костуева показала, что был сильный перекрестный обстрел, заложников заставляли стоять в окнах столовой, махать тряпками, чтобы с улицы не стреляли. Танк стрелял примерно в 16 часов. Врут, что он стрелял позже, это ее слова. Аляров показал, что в коридор школы на первом этаже со стороны железной дороги залетела граната, меня и моего товарища ранила. Военнослужащий Козлов показал, что во время штурма применялись гранатометы и огнеметы по конкретным целям по конкретным целям из огнеметов и гранатометов, в том числе в проемы окон второго этажа. Кисаева Элла показала, что из танка стреляли и окна школы рассыпались. Она кричала, что стреляют по детям. Это было с 13 до 16 часов. Изложенные факты подтвердили и многие другие потерпевшие, а также свидетели. Начальник правобережного ОВД Айдаров показал, что служил в армии артиллеристом и категорически утверждал, что танки стреляли около 15 часов. Заместитель начальника ОВД Муртазов также подтвердил факт стрельбы по школе из танков и огнеметов. При этом видел стрельбу из огнеметов из заранее установленных точек. Дряев показал, что был в непосредственной близости от танка и это было примерно в 16 часов и танк стрелял. Стрелял танк также вечером и сделал около 10 выстрелов. В докладе парламентской комиссии нашей республики утверждается, что 3 сентября с 14 до 14 30 танк номер 328 произвел несколько выстрелов болванками по столовой и кухне, а в 16 30 танк номер 325 цитирую практически в упор расстреливал помещение столовой. Местные жители, в частности Езиев, руководитель правобережного отдела ТКВ тщетно пытаются этому противодействовать и только уже в третий раз в 21 00 применяется танк, стрелявший сквозь спортзал. Я все это цитирую. Разрушены оба этажа восточной пристройки, в которой предположительно находились не только боевики, но и последние из оставшихся в живых заложники. Что касается расположенного под этими сооружениями подвала, то комиссией в нем не обнаружены следы пребывания боевиков. Это к тому, что нам говорят, что танк стрелял по подвалу, где были боевики. Вот такова была так называемая точечная стрельба из танков по террористам. Следствием установлено, что только одна воинская часть номер 123-56 использовала более 7 тысяч патронов, произвела 7 выстрелов из танка осколочными снарядами, как утверждает сам танкист. Выстрелено 10 гранат, произведено 9 выстрелов из огнеметов, причем площадь поражения живой силы одним выстрелом огнемета составляет 50 квадратных метров. Если добавить к этому использованные другими подразделениями и ополченцами средства, то станет понятной та страшная плотность огня, который был обрушен на школу. И все это по переполненному заложниками зданию, в том числе ранеными, людьми без сознания, мертвыми. Разве разумный человек поверит то, что это была прицельная стрельба по террористам, что велась она для освобождения заложников? Беспорядочный, массированный огонь из всех видов оружия, по переполненной заложниками школе, реально создавал опасность для жизни и здоровья находившихся в ней заложников. Почему я так подробно, детально приводил показания многих лиц, что стрельба велась днем из тяжелых огневых средств? Дело в том, что на предварительном следствии по делу Кулаева прокуратура допросила буквально несколько военных, которые показали, что танки стреляли после 21 часа. Им, как специалистам, поверили и пришли к выводу, что все эти виды вооружений применялись в соответствии с руководством по их применению в связи с невозможностью пресечь действия террористов, что данных о причинении заложникам повреждений от их применения не получено. Я думаю, сегодня любой человек, который выслушал здесь в суде и сегодня приведенные мной показания потерпевших свидетелей, не может назвать этот вывод, мягко говоря, просто удивительным. Утверждение о том, что стрельба из танка, огнеметов, гранатометов велась в то время, когда в школе не было заложников, что она велась прицельно по террористам, несостоятельной. Во-первых, довод о том, что около террористов не было заложников, является бездоказательным предположением совершенно несоответствующим ситуации в школе, переполненной людьми. Никаких доказательств для вывода о том, что во время стрельбы из танков, огнеметов и гранатометов рядом с террористами не было живых заложников, не добыто. Тем более, что эти виды оружия предназначены для массового поражения людей. Во-вторых, сколько же боевиков оставалось к концу штурма, если для их уничтожения потребовалось 26 мощных выстрелов из танка, огнеметов и гранатометов, каждый из которых обладает большой убойной и разрушительной силой. В-третьих, если с террористами не было заложников, то разве нельзя было обойтись другими средствами, вплоть до их пленения или применения газа, как это было в Норд-Осте. Кроме того, в процессе расследования дела Кулаева органы прокуратуры признали факты грубейших нарушений в работе пожарных подразделений МЧС. Установлено, что сообщение о пожаре поступило 3 сентября в 13 часов 5 минут. Разрешение же на выезд пожарных подразделений от оперативного штаба ФСБ не поступало на протяжении 2 часов. Причина явилась то, что пожарные расчеты не были экипированы должным образом и могли погибнуть, что при тушении пожара имел место недостаток воды. Это я цитирую вывод самой прокуратуры. Эти обстоятельства подтвердили также потерпевшие Цабола, Водаев, Аликов и многие другие, пояснив, что много заложников сгорело заживо, задохнулось, хотя их можно было спасти. В частности, Кацанов, Кобоев, Дудиев показали, что у пожарных не было воды и их бездействие повлекло много жертв. Потерпевшие Дзампаев, Гоглоев и многие другие подчеркнули, что пожарные приехали, когда уже нечего было тушить. Свидетель полковник Гоглоев заявил, что в спортзале очаг пожара был площадью метр на метр и его легко можно было потушить, если бы пожарники прибыли вовремя. И руководство МЧС по существу не отрицает эти факты. Заместитель министра Романов показал, что указания о незамедлительном выезде и выполнении задачи по тушению пожара им не были сразу отданы в связи с тем, что такого приказа не было от Сгоева, министра. И только в 15 часов 20 минут, спустя 2 часа 15 минут, пожарные приступили к тушению пожара. А министр Цгоев заявил, что сообщение о возгорании в спортзале поступило в 13 часов 5 минут, о чем он доложил руководству оперативного штаба, но ему было дано указание ФСБ ожидать дальнейших распоряжений. Вот так тушили пожары. Ссылки министра на ФСБ и оперативный штаб вызывают недоумение и негодование. Согласно боевого устава пожарной охраны и устава службы пожарной охраны, основной задачей пожарных подразделений является спасение людей во время пожара. Но в то время, когда люди гибли в огне, министр и его заместитель спокойно ожидали дальнейших распоряжений в течение двух часов и дождались. спрашивается, каким же еще должно быть бездействие, чтобы оно повлекло ответственность. Выезд на пожар спустя два часа, причем без экипировки и без воды, это прямая, мы считаем, преступная халатность с Гоевой и Романова. Но прокуратура не видит и здесь виновных. Почему же во Владивостоке, где в пожаре погибли 9 человек и 23 попали в больницы, инспектор госпожнадзора арестован за халатность, а еще двум лицам предъявлены обвинения в халатности. Приведенные мной факты и доказательства позволяют убедительно опровергнуть вывод о том, что принимаемые Дзасоховым, Андреевым и Дзантиевым решения, цитирую, позволяли им организовывать слаженное предметное взаимодействие подразделений правоохранительных органов, подразделений внутренних войск, Минобороны, а также других ведомств. Подход прокуратуры к решению вопроса об ответственности должностных лиц в связи с захватом заложников и гибелью людей является крайне необъективным. Об этом свидетельствует и такой факт. Руководители правобережного ОВД Айдаров, Дряев и Муртазов обвиняются в бездействии, повлекшем беспрепятственное проникновение террористов на территории республики. Захват заложников, гибель 330 человек, ранения 783 человек. А вот начальник правобережного отделения ФСБ не только не был привлечен к какой-либо ответственности, но был повышен должности. Что касается начальника правобережного ОВД Айдарова, то он проработал в этой должности всего около 20 дней. Почему же нет никакого спроса заместителя министра внутренних дел Попова, на которого была возложена обязанность непосредственно заниматься обеспечением безопасности административных границ? Более того, тот же Айдаров ставил перед Поповым конкретные вопросы, решения которых могло реально предотвратить проникновение отряда Хучбарова на территории республики. Однако никаких мер ни Поповым, ни Дзантиевым принято не было, в чем Попов признал здесь в судебном заседании свою вину. Таким образом, есть все основания не только для постановки вопроса, но и для положительного его решения о виновности лиц, о которых упоминалось выше. Нужно только захотеть дать им правильную, я бы сказал, честную оценку. Хотел бы при этом подчеркнуть, что в ситуации, когда под угрозой были жизни тысячи людей, на должностных лицах взявшихся их спасать или поставленных для выполнения этой задачи, лежала особая ответственность, исключавшая легкомыслие, непрофессионализм и другие качества. И если эти лица не справились с поставленной или взятой на себя задачей спасения заложников, то они должны отвечать. В этом и заключается честный подход к оценке ситуации, к этому обязывают тяжелейшие последствия теракта. Но я читаю доклад Торшина и заключение так называемой ситуационной экспертизы и удивляюсь, почему всех руководителей штаба или причастных к так называемому освобождению заложников не наградили. Только Андрееву дали очередную звездочку, а начальника ФСБ по правому берегу повысили в должности. Выходит, других обидели, наверное. Читаешь и прямо таки гордость за этот штаб или штабы, в этом никто так и не разобрался, сколько их было, распирает, когда читаешь, руководители операции по освобождению заложников решают, прорабатывают, уточняют, даются приказы, кого-то ищут, но никого не находят. Пожарные приступают к тушению очагов пожара. Надо даже так беззастенчиво врать, что тушили очаги пожара, когда они приехали после пожара, что пожар потушен, здание школы берется под полный контроль и так далее. Не правда, не зря говорят, что бумага все терпит, а в итоге 330 погибло, из них 116 сгорело, около 800 ранено. Торшин правда намекает, что руководством МВД РСО Алания не были приняты меры, имело место беспечность республиканских правоохранительных структур. Вроде бы грозно звучит, но виновными оказались только руководители правобережного ОВД. Но разве они представляют руководство республиканских правоохранительных структур? Где же другие? Дело в том, что не хотят привлекать всех виновных. И вместо того, чтобы принципиально решить этот вопрос, Торшин и прокуратура постоянно говорят о какой-то ситуационной экспертизе, назначенной прокуратурой, и которая якобы расставит все точки над «и», которая по существу разберется с тем, имели ли место упущение со стороны чиновников, в том числе членов штаба, или нет. Я извиняюсь, отниму у вас еще несколько минут и подробнее остановлюсь на этой экспертизе, потому что ей придают особое значение. Я давно высказывал мысль, что назначение экспертизы преследует цель спихнуть на плечи так называемых экспертов решение важнейшего и труднейшего вопроса, вопроса о всех виновниках трагедии и ее действительных причин. Вообще известно, что судебная экспертиза назначается в случаях, когда для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, необходимы специальные знания, выходящие за рамки общеобразовательной подготовки любого человека и требующие особой подготовки в области науки, техники, искусства, ремесла. Исключение здесь составляют правовые знания, которыми должны обладать сами следователи и прокуроры. Естественно, что юристы в качестве экспертов привлекаться не могут. Что касается существа этой экспертизы, то как само ее проведение, так и заключение экспертов являются необоснованными и незаконными. В общем плане, заключение представляет собой подборку отдельных документов и фрагментов из них, но не представляет научное исследование, как того требует закон. И этими фрагментами дана совершенно субъективная оценка. Эксперты в результате своей оценки сделали выводы, уже сделанные ранее прокуратурой и повторенные торшином. Экспертиза проведена с грубыми нарушениями требований УПК, а потому и ее заключение не может иметь юридической силы. Вопросы, поставленные на разрешение экспертизы являются надуманными, их разрешение не требует применения специальных знаний. Для убедительности приведу четыре вопроса, испоставленных перед экспертами, и я объединю их в один. Достаточно ли было количество сотрудников ЦСН, ФСБ, военнослужащих подразделений МВД, подразделений внутренних войск, военнослужащих Министерства обороны и их вооружения для эффективного решения поставленных перед ними задач. Вот такие вопросы поставлены перед экспертом. Спрашивается, чем вообще обусловлена постановка этого вопроса, в связи с чем он возник и какое значение имеет сегодня. Неужели из-за нехватки сил и средств кто-то из террористов сбежал, прокуратура говорит, этого не было, кто-то недостаточно уничтожен? Может быть какая-то задача осталась невыполненной? Спрашивается, кому неясен ответ на вопрос о достаточности сил и средств, особенно после того, как террористы были уничтожены? Может быть кому-то показалось недостаточно множество солдат, сотрудников МВД, офицеров, генералов, трех танков, семи БТР, девяти огнеметов, десяти гранатометов, сотен автоматов, десятков тысяч различного калибра патронов, которыми не только боевики были уничтожены, но и многие заложники? Может быть на самом деле найдется человек, который скажет, что все-таки против 31 террориста сил и средств было мало? А если бы их было больше, то заложников погибло бы меньше? Какая же экспертиза нужна?